Я думаю, что там очень интересная страна, она же такая колоритная, очень отличается от России, и там аниме-люди эти, мне кажется, будет интересно. Вот. По поводу самой универсиады, то действительно такое событие яркое, по крайней мере вот в Казани, когда была универсиада, это просто праздник для всего города, не только для спортсменов, это очень интересно и очень здорово, если мы пойдем, поедем, поучаствуем и надеемся, выиграем. Мы пока, конечно, не знаем, что нас там ждет, но мы знаем только товарищеские игры, что там будет с Австралией вроде как. Сейчас мы интенсивно готовимся, очень еле ходим уже, тяжелые тренировки, надеюсь, в универсиаде мы подойдем в полной готовности. Но самое главное, как всегда, мне кажется, Америка, Австралия, хотя Швеция тоже всегда сильная, в том году вот мы с ними прям чуть не проиграли, поэтому, на самом деле, мне кажется, все команды. Ну, кто кого еще привезет, непонятно, если честно. Тем более там вирус. На самом деле там какой-то страшный вирус. Да, умирают люди. Какой-то коронавирус и заболевание дыхательных путей, что-то. Говорят, что уже некоторые спортсмены отказываются ехать туда. Мы сейчас тренируемся, цикл у нас идет 6-1 в основном, то есть шесть дней мы тренируемся, один отдыхаем. Сегодня один. Сегодня долгожданный выходной. Утренние тренировки у нас идут интенсивные очень, там много ОФП всяких, а вечером мы в основном играем, отрабатываем тактику. Готовимся, конечно, у нас тяжело, у нас низкорослая команда в этом году, как ни странно очень. То есть у нас самая высокая Марита Давыдова, получается, и все, единственный такой прям явный, центровой. Ну, не знаю, будем брать периметром, получается, встанем по периметру и будем брать, закидывать. В общем, мы готовимся очень так прессинговать активно. А, это, наверное, надо вырезать. Не надо тактику, наверное, рассказать. Всю тактику рассказали. Вот, да, очень много работаем над защитой и отрабатываем какие-то взаимодействия сейчас, но в первую очередь работаем над кондициями, над физическими. Да все друг друга знают, все давно уже общаются как-то. Тренеры вообще классные, на самом деле, очень интересные. Плюсик. Передать им. Не, правда, очень интересные тренировки у нас. Да, прям каждый раз, что-то новое. Как-то сколько мы занимаемся уже баскетболом, узнаем много нового от него. Диплом сейчас я читаю. Казанский государственный архитектурно-строительный университет. Надеюсь, ректор меня увидит. Я вообще поступила в этот университет, потому что у меня сестра там училась, и она мне помогала. Наверное, я бы так не выбрала экономику. Ну, в принципе, интересно довольно-таки и понятно даже иногда. Ну, у меня как бы тоже пятый курс, но я съездила, и так мы подумали, что мы перенесем, пока это все дело. Я тоже на экономиста учусь. Короче, у нас тут сборная экономиста. Ну, у меня как-то потяжелее все, уже не хоть диплома, у меня пока даже еще нету диплома. В общем, мы только долги закрывали, так как я играю в Вологде, живу в Красноярске иногда, а учусь в Новосибирске. В общем, мне тяжело это как-то дается пока. Я забыла, какой предмет, если честно. Но даже я знаю эту историю, мне кажется. Расскажи, пожалуйста. Ну, просто у нас, я не знаю, Длену Чаллы там знаете бы нет, в общем, она ходила к ней пять раз, и она с пятого раза только кое-как она, в общем, закрыла. Она ее отправляла, отправляла, та уже учила, учила, там уже, не знаю, и ночью, и все, и, в общем, кое-как вот она сдала, а мы все боимся к ней даже подойти. Вот так. А ей все равно, ей все равно спортсменов, она говорит, мне не нужны такие спортсмены, которые не учатся. Она же Лене сказала, типа, я поставлю тебе зачет только тогда, когда я буду замуж. Да. Теперь ты никогда не закончишь у Лене после этого. Субтитры сделал DimaTorzok